Отдельные категории продуктов подорожали 20-30% по нашим оценкам. Некоторые товары, в том числе и не промышленного сектора, выросли в 2 и в 3 раза. В частности, в строительстве мы замечаем колоссальный рост цены на металл. Очень серьезно растет стоимость энергоресурсов, в частности угля. Иные строительные материалы, продукты питания, я бы сказал, есть сезонный рост и есть связанный с конъюнктурой на внешних рынках. Наверное, есть смысл поговорить о причинах этого роста. И здесь, конечно, такая многофакторная история. С одной стороны, можно было бы ограничиться одним словом. Мы же живем в рыночной ситуации. В рыночной, как это порой для многих не грустно звучит, но, тем не менее, рынок диктует свои правила, свои законы. Но, во многом, на мой взгляд, рост цен носит в том числе и искусственный характер. Вот рыночная ситуация-то одно, потому что действительно в мире в прошлом году был достаточно серьезный неурожай по многим позициям. И мы на основе зерновых культур, по мясу видим, в общем-то, рост мировых цен. Естественно, на это не может отреагировать наш рынок. В частности, в той истории, что наши сельхозпроизводители стараются продать все как можно дороже, когда эта ситуация позволяет. В общем-то, желание такое понятное, но, если вы помните советские времена, то, в общем-то, колебание цен на мировых рынках никогда не затрагивало рынок внутренний. В общем-то, это говорит о серьезной роли государства в регулировании этих процессов. И в наших условиях, наверное, в том числе и одной из причин, то, что государство, в общем-то, ушло из сферы регулирования цен на продукты. А в какой-то степени, в общем-то, определенные государственные институты и механизмы даже подгоняют и стимулируют увеличение цен. Ну, в частности, увеличение налоговой нагрузки. Мы понимаем, что любая налоговая нагрузка ляжет в цену товара, и за это заплатит покупатель. Увеличение пошлин, акцизов, рост цен на системообразующие вещи, связанные с коммунальным хозяйством, рост энерготарифов, тарифов на тепло, стоимости газа, топлива на заправочных станциях. Это все вопросы, которые в том числе и в первую очередь регулируются государством. И, естественно, рост в этих сферах, он напрямую, вот как такая основа, начинает разгонять, в том числе, инфляционные процессы в нашей стране. И мы, как результат, видим все это в ценниках, на наших прилавках. Можно ли с этим бороться? Ну, наверное, с этим бороться надо. И здесь, конечно, должна существенно поменяться подход государства к регулированию этих вопросов. Не надо забывать еще об одном крайне важном мотиве, который разгоняет инфляцию. Это отсутствие конкуренции. Вот, с одной стороны, у нас очень много товаров, которые, позиции, которые сосредоточены в руках монополистов. Ну, в частности, вся энергетика. И отсюда, как бы, тоже все идет. У нас очень все более и более становится монополизированным рынок продуктов питания. То есть появляются крупные сельхозпроизводители, агрохолдинги, которые уже начинают и достаточно успешно, лоббируя свои интересы, диктовать цены на рынки. Давайте не будем забывать роль торговых сетей в этом вопросе. По некоторым видам товара, наценка в торговых сетях достигает 100%. Мы об этом знаем. То есть о доминировании торговых сетей на наших рынках все больше и больше. То есть мы, вытесняя малый и средний бизнес, тем самым, в том числе в торговле, в конечном звене ценообразования, убираем конкуренцию. Нормальную, здоровую конкуренцию. И, естественно, торговые сети стремятся к получению максимальной выгоды, максимальной прибыли. И, боюсь, лозунг и девиз, то, что цена должна быть такой, за которую ее купит покупатель, а в условиях ограниченного, может быть, производства, торговые сети в том числе начинают этим пользоваться. Ведь, ну, не секрет, можно продать, наверное, проще продать 10 изделий с 10% наценкой или одно изделие со 100% наценкой. То есть маржа вроде та же, да, а, значит, результата совсем как бы другой. Поэтому, ну, одно из инициатив Алтайского Союза предпринимателей, к которой мы давно выходим, то, чтобы ограничить, например, планкой в 50% присутствие торговых сетей в муниципальном образовании. То есть вот сколько бы их ни приходило, но совокупное их количество не должно превышать определенную величину, потому что должна оставаться ниша для предприятий среднего и малого бизнеса. Там, где действительно рождается конкуренция, где на прилавок попадают продукты от мелких производителей, которые никогда в торговые сети зайти не смогут. И тем самым они оказывают давление на рынок в плане регулирования цены. И вот отсутствие конкуренции, отсутствие регулирования со стороны государства, внешнеэкономическая конъюнктура, конъюнктура цен на внешних рынках, рост издержек предпринимателей, рост налоговой нагрузки, вот в совокупности, наверное, это все ведет к росту цен и к тому, что мы видим, какие ценники мы видим на прилавках. Ну а в результате, конечно, конечным звеном, которое заплатит за все это, является покупатель, является гражданин. Большинство государств мира в какой-то степени умышленно девальвируют свою валюту национальную. И как это не цинично звучит, это происходит в том числе и в нашей стране, это очень выгодно государству, потому что, значит, девальвируя собственную валюту, очень легко выполнять социальные обязательства, очень легко, становится легче рассчитываться, например, по государственным долгам, то есть платить пенсии, платить заработные платы, потому что деньги обесцениваются, а рост заработных плат и пенсии он далеко не догоняет уровень инфляции и все, что с этим связано. Поэтому в какой-то степени государству, в том числе, разгон инфляции и рост цен оказывается выгоден.